Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие конференции. Я благодарю вас за приглашение на эту конференцию. И я начну свое сообщение. Оно посвящено цитологическому методу исследования биопсийного материала лимфатических узлов. Тонкоигольная биопсия лимфатических узлов с последующим цитологическим исследованием широко используется в диагностике. И метод обычно проводится под контролем УЗИ, что существенно улучшает качество получения информативного цитологического материала. Преимущества тонкоигольной биопсии лимфатических узлов следующие. Во-первых, метод достаточно технически простой и доступный. Процедура выполняется, как правило, амбулаторно. Она малотравматична. И при неудачной пункции исследование можно повторить, не вызывая каких-либо побочных осложнений. Результаты цитологического исследования обычно можно получить очень быстро, потому что цитологическая диагностика у нас осуществляется буквально в первые часы после забора биопсийного материала. Рутинное цитологическое исследование, как правило, недорогое, экономичное. Основная масса исследований осуществляется путем тонкоигольной чрезкожной биопсии лимфатических узлов. Однако есть возможность получения аспирационного материала, если лимфатические узлы располагаются в глубоко труднодоступных для биопсии участках, при ЭУС-исследовании. Материал, который просматривает цитолог, рутинный, может быть использован не только для просмотра на предметных стеклах, а также может быть использован для выполнения иммуноцитохимического исследования, приготовления цитоблоков. Он может быть использован для приготовления методом жидкостной цитологии, проточной цитофлюориметрии и молекулярно-генетических исследований. Недостатки цитологического метода при исследовании тонкоигольной биопсии. Во-первых, цитологический материал имеет небольшую количественную составляющую. Цитолог смотрит исключительно клеточный материал и фоновый компонент аспирата. Далее, цитолог не может ориентироваться в гистоархитектонике исследуемого узла. И именно в связи с этим, что я сейчас назвала, имеются проблемы и ограничения диагностики многих лимфопролиферативных заболеваний, как доброкачественных, так и злобкачественных. То есть мы здесь сталкиваемся с проблемой диагностики цитологической проблемы лимфом. Нужно сказать, что в настоящее время мы испытываем такой период, когда цитологические исследования, первичные цитологические исследования злокачественных лимфом во многом приостановлены. Современной цитологической классификации по диагностике лимфом, адаптированной для цитологов и клиницистов и в России, и за рубежом не существует. Мы знаем, что существуют адаптированные цитологические классификации, удобные для применения и клиницистов, и для цитологов, такие как классификация БТСД, она используется и в гинекологии, и при патологии лимфатических узлов. Имеется парижская классификация по урологии, а вот по пролиферативным заболеваниям пока такой системы не создана, и мы находимся в таком периоде застоя в этом направлении. Теперь я хотела бы остановиться на возможностях цитологического метода, прежде чем освещать технологические моменты. Нужно сказать, что тонкоигольная биопсия лимфатических узлов в первую очередь эффективна при диагностике метастатических поражений. Чувствительность цитологического метода при этой патологии очень большая и составляет более 95%. Ну, нужно сказать, и специфичность цитологических исследований при пункции лимфатических узлов тоже высокая. То есть правильность цитологической оценки доброкачественных гиперплазических воспалительных лимфатических узлов очень высокая и составляет также более 95%. Однако нужно отметить, что существуют доброкачественные реактивные гиперплазии, которые создают серьезные сложности при цитологическом исследовании. И при некоторых из них дифференциальная диагностика с некоторыми видами злокачественных лимфом бывает очень сложна и практически невозможна. Я имею в виду большинство индолентных лимфом. И в первую очередь хочется отметить фолликулярную лимфому, которую цитологически иногда бывает невозможно дифференцировать от фолликулярной гиперплазии лимфоидной ткани, которой ведет цитолог в пунктате. Дальше я еще раз хочу остановиться на лимфомах, что целенаправленное исследование тонкоигольной биопсии лимфатических узлов с целью диагностики именно злокачественных лимфом в настоящее время не проводится, либо осуществляется в исключительных случаях. Это в основном. Но я вижу, что все-таки в регионах и даже в Санкт-Петербурге некоторые учреждения эти исследования проводят. Роль цитологического метода в диагностике лимфом оценивается неоднозначно. Многие онкологи и гематологи, и патоморфологи полностью отрицают целесообразность применения цитологического метода. Но есть и другой взгляд, который иногда даже несколько преувеличивает возможности цитологического метода. Поэтому нужно в этом отношении быть разумным, осторожным. И все-таки цитологически мы можем какие-то лимфомы диагностировать. И об этом я еще немножечко попозже расскажу и покажу. Ну, просто хочу сразу сказать, что, что касается лимфом, мы можем диагностировать лимфомы высокой степени злокачественности, как таковые. Очень хорошо верифицируется лимфома Ходжкина. А вот лимфомы низкой степени злокачественности, индолентные, а также некоторые виды Т-клеточных лимфом, которые содержат нередко реактивный компонент или состоят из мелких, малоатипичных клеток, цитологически диагностировать невозможно. Ну, еще я хотела сказать, что часто тонкоигольная биопсия используется в качестве исследования первой линии при лимфоденных потеях неясного генеза. Сюда могут попасть и лимфомы. Так, теперь основные условия эффективного выполнения цитологического исследования. Ну, во-первых, нам нужна обязательно клиническая информация. Мы все очень внимательно должны, прежде чем приступить к цитологическому исследованию, с ней познакомиться. Очень важная информация, которую мы получаем от описания своих, которые дают рентгенологи, то есть исследование КТ и УЗИ для цитолога имеет очень большое значение, когда он приступает к исследованию пункционной биопсии лимфатических узлов. Начиная пунктировать, хирург должен определить свою задачу. Он получает материал либо только для просмотра рутинного материала, либо материал может быть изначально запланирован для получения дополнительных методов, то есть для приготовления жидкостной цитологии и цитоблоков или других. То есть при этом нужно сразу нацелиться на то, что аспирационный материал в данном случае должен быть получен в большем объеме. Для проведения пункции обычно используются тонкие иглы номер 22-23. Но существуют еще сверхтонкие иглы 24-25 номера, но, насколько я понимаю, в основном работают именно 22-23 номера. Важна такая вот деталь, чтобы во время пункции не попадал гель, который используется для обработки кожи при УЗИ-исследовании в пункционный пунктат во время этой манипуляции, потому что попадание геля в аспират очень резко повреждает клетки, они морфологически изменяются или полностью разрушаются и даже симулируют некротические изменения. Поэтому вот такая деталь, она очень, так сказать, важная. И нужно быть более аккуратным и учитывать вот этот вот нюанс. Для повышения результативности хирург, который осуществляет пункцию, должен учитывать структуру лимфатического узла. Если он неоднородный, то для повышения результативности лимфатический узел пунктирует из нескольких точек, из более солидных или измененных, более жидкостных каких-то зон. Теперь, какое количество стекол мы просим нам предоставить? Вот я поговорила с нашими всеми докторами, мы пришли к выводу, что оптимальное количество энцитологических препаратов должно быть четыре или более, но не менее двух. Потому что я понимаю, что есть такие ситуации, когда опытный хирург пунктирует, и он чувствует, что он получил хороший материал и получил два стекла. Мы видим и отвечаем на поставленные наши вопросы. Но все-таки вот такую ситуацию не всегда невозможно предвидеть заранее. И нам иногда очень хочется получить материал в большем количестве, чтобы поставить дополнительные методики, а именно иммуно-стохимическое исследование выполнить. И нужно понимать, что одно стекло – это одно антитело. Поэтому хотелось бы, чтобы материала было в достаточном количестве. Так, теперь приготовление рутинных мазков. Ну, аспирационный материал, который получает хирург, он помещается на предметное стекло и должен равномерно быть распределен на этом стекле с помощью второго стекла в виде такого гомогенного однородного тяжа. так, чтобы мазок был максимально равномерным и тонким на всем протяжении… Вот с левой стороны мы видим два препарата, которые показывают приблизительно, как вот нужно готовить цитологические мазки. При невыполнении этих условий мазок получается толстый. Если он тем более не распределен, то в сгущенных участках мы просто не видим клеточные элементы. А если мазок вообще как бы не распределен так, как положено, он при высыхании может просто отвалиться от предметного стекла. Так, фиксация цитологических препаратов и окраска. Окраска лимфатических узлов проводят с азоро-азиновыми красителями. Это гематологические краски, имеют различные наименования, и некоторый состав их варьирует, но, в принципе, они все очень похожи, а фиксатором является метанол. Метанол является идеальным фиксатором, и он по сравнению с другими, например, этанолом, не вызывает ретракцию, не вызывает коагуляцию и дает возможность глубоко проникнуть красителю во все структуры клеточных элементов. Окрашенные и неокрашенные цитологические препараты, приготовленные классическим методом, могут быть использованы для молекулярно-генетических исследований. И это проводится в нашей повседневной практике. Генетики любят использовать именно цитологические препараты для своих исследований. Для проведения иммуноцитахимических исследований могут быть использованы свежеокрашенные или неокрашенные препараты. Применяется также метод жидкостной цитологии и технологии клеточных блоков. Вот приготовление методом жидкостной цитологии. Но, честно говоря, материалы спиртационной биопсии из лимфатических узлов методом жидкостной цитологии у нас проводятся нечасто. Для этого используются специальные пробирки или пендорфы. Материал помещают в жидкостную транспортную среду и проводят центрифугирование в специальных пробирках, которые привязаны к предметным стеклам в этой центрифуге. Центрифуга называется цитоспином. И материал распределяется в виде вот таких квадратов или овальной формы участков на предметных стеклах. Клетки при этом распределяются монослойно. Приготовление цитоблоков более технологически сложное. Аспирационный материал помещают в креп пробирку. Потом в течение 10 минут проводится центрифугирование. Осадок заливается агаром, который подвергается заморозке в течение 5 минут при температуре минус 18-20 градусов. Дальше его помещают в кассету и заливают формалином. После фиксации в формалине от 4 до 48 часов эта экспозиция длится. Переносится материал в спирт. И дальше идет технология гистологической проводки в спиртах и заливка в парафины. Вот здесь вот с правой стороны мы видим цитоблок. В принципе, это материал, который очень похож на гистологический срез. Он помогает нам исследовать клеточный материал по срезам. Так, ну и теперь я о технологии уже все рассказала. Теперь я хочу показать вам те цитологические препараты, с которыми работаем мы и что мы видим. Ну вот, пожалуйста, перед вами метастазы меланомы, которые мы очень часто видим. С левой стороны мы видим эпитриоидную меланому. Справа это пигментная вертеноклеточная меланома. Клетки включают в себя отчетливо пигмент меланин. В этом случае, в следующем слайде, мы видим метастаз беспигментной меланомы. И были поставлены иммуно-химические исследования на HMB45 и SOX10, которые подтверждают в опухолевых клетках без меланина все-таки то, что это метастаз меланомы. Вот метастаз плоскоклеточного рогревающего рака. Он узнаваем и не требует обычно дополнительных исследований. А вот это ЭОС-исследование, которое было выполнено из лимфатического узла при тонкоигольной биопсии узла средостения. Были получены вот такие комплексы опухолевых клеток. Это цитологический материал. И приготовлен клеточный блок справа от нас. Ну и поставлены были такие маркеры, как P63, который характерен и для опухолевых клеток плоскоклеточного рака, а ТТФ1 негативен. То есть подтверждает наличие именно плоскоклеточной дифференцировки в опухолевых клетках. Следующий случай. Большая панорама опухолевого материала при метастазах рака молочной железы. Задача цитолога не состоит в определении какого-либо уточняющей характеристики. Это все берут на себя гистологи, которые смотрят первичный материал из молочной железы. Мы смотрим региональные лимфометастазы. И вот такая картина при исследовании разнообразных раков молочной железы у нас наблюдается. Вот вверху мы видим метастазы неспецифицированного рака. В нижней части мы видим муцинозный и дольковый рак. Следующие. Вот метастазы рака щитовидной железы. Они хорошо узнаваемы. Метастаз попиллярного рака и фолликулярного рака щитовидной железы. И метастаз медулярного рака, который имеет разнообразную морфологию клеточную, но здесь вот он еще подтвержден экспрессией кальцитонина, что является явным подтверждением этого процесса. Так, ой, сейчас. Ну вот аденокарцинома. Да, вот метастаз аденокарцинома легкого тоже в лимфатических узлах средостения. Здесь мы видим и опухолевые клетки аденокарциномы, и цитоблок, и экспрессию ТТФ1, и цитокератин-7, что подтверждает наличие аденокарциномы. Дальше. Ну, это вот метастазы аденокарциномы. Цитологически мы определяем хорошо. Умеренные и высоко дифференцированные опухоли. Далее. Ой. Все, что-то у меня... Так. Ну вот это просто реактивные уже пошли гиперплазии. Я закончила показ метастазов. Ну и в конце показываю вам реактивные гиперпластические лимфатические узла, которых только что сейчас мы слушали доклад. Вот это вот клетки герминогенного центра, центроциты, центробласты. Ну, и дальше. Это другие зоны лимфатического неопухолевого реактивного лимфатического узла. Далее идут у нас... Все, что-то у меня тут закончилось. А, ну вот, пожалуйста, я показываю просто исходную картину. Цитологическую. При фолликулярной лимфоме и при фолликулярной гиперплазии определенные зоны, которые очень похожи друг на друга. Отличить их практически невозможно. Так, ну вот это уже лимфодениты. Вот туберкулезный лимфоденит, болезнь кошачьей царапины, специфические воспалительные лимфодениты. И дальше. А вот еще показываю интересный случай. Это грибковая лимфоденопатия, криптококковое поражение лимфатического узла у мальчика с иммунодефицитом и туберкулезом. То есть полностью структура лимфатического узла была стерта. И вот эти вот кругленькие такие шарики, это все криптококки среди массивной пролиферации гистиоцитов. Так, ну вот, ну, все, уже не буду про этот гистиоцитоз. И злокачественные лимфомы в конце. Три слайда. Пожалуйста, классическая картина лимфомы Ходжкина с клетками Штернберга. Лимфома, сейчас, крупноклеточные и боклеточные лимфомы. Они, так сказать, очевидно, атипичные клетки представляют. И последнее, это анаплазированная, это крупноклеточная лимфома. С левой стороны мы видим. И лимфома Бёркета с картиной Звездного неба. Все. На этом я, по-моему, уложилась. Спасибо за внимание. Аминь. л